Значит, сегодня мы попытаемся поговорить о поэтике Чехова. Значит, на мой взгляд, и на взгляд Олега Михайловича, он как раз принадлежит к тому немногому числу рефлективных писателей, которые мировой литературы исключительно редки, и все принадлежат почти полностью русской литературной традиции XIX века. Начиная от позднего Прушкина, окончая от Чехова, проходя немножко через Гоголя, а в основном через Достоевского. Значит, в чем состоит главная базовая идея? Базовая идея, что в отличие от традиционной литературы, которая изображает персонажа как некую данность, как некий пейзаж, как элемент рельефа, со всеми его свойствами, качествами, страстями, чем-либо еще, то русская литература отражает не персонаж как таковой, а отношение персонажа к миру. Поэтому она называется рефлективным. То есть мы относимся к миру тем же или иным формальным способом, и именно способ нашего отношения к миру и принадлежит изображению русской литературы. Вот. Это вот такой странный подход. В самом деле, когда мы относимся к нашему простому какому-то знаку, то мы к нему можем относиться двумя способами. Но первый – это когда мы просто следуем этому знаку как таковому. Ну, например, я подойду к выключателю и просто его включу или выключу. Я подойду к чашке чая и просто ее выпью, из нее чай, и так далее. Мы видим здесь на самом деле, что ни в коем случае не приходится говорить о самосознании. У нас есть чай, у нас есть выключатель, но самосознания как такового нет. В противоположности у нас оказывается другая ситуация, когда мы подражаем сами себе. То есть мы не просто ездим на автомобиле, обязательно ездим на автомобиле BMW, допустим. Автомобиль – это не то, во что люди ездят, а то, на чем подъезжают, согласно известной американской пословице и поговорке. Не искусство подражает жизни, а жизнь подражает искусству. То есть любой человек подражает самому себе. Существует разная эстетика. В этом смысле есть эстетика пьяницы, есть эстетика блестящего молодого человека с хорошими перспективами. То и то является некоторой дополнительной формой или неким дополнительным действием, которое разворачивается на фоне нашего отношения к миру. Мы понимаем таким образом, что это есть не что иное, как форма самосознания. Мы осознаем себя, скажем, в форме блестящего молодого человека, либо в форме пьяницы. И форма пьяницы состоит в том, что мы свой алкоголизм поставим себя каким-то образом эстетизировать. Вот мы себя эстетизируем каким-то образом. То есть мы противопоставляем себя миру. Да, мы противопоставляем себя миру. В отличие от первой эстетики, в которой как бы человек гармонично присутствует в мире. Скажем так, что человек не присутствует в мире. В мире присутствуют собаки, кошечки, дома кошки, играющие в мяч, горшки с цветами, и среди них люди. Человек ничем отличается в первой эстетике от горшка с цветами или от дома кошки, играющих в мяч. Чистая описательная эстетика. У Дюмана примерно такая же даже, хоть и с захватывающим сюжетом. Все кто угодно, Аросин, все кто угодно. Любой нормальный писатель, даже Толстой, наверное, отчасти. Шолохов или кто-либо еще. Она вот описательная, для него есть некий персонаж, который нужно описать. И они говорят, о, как нам автор его описал. Замечательный. Какой он замечательный человек, как живой. Вот сегодня у нас речь пойдет о докторе Самойленко из Чеховской двои, который тоже говорит, не читая их Толстого, говорит, что все писатели писали из головы, а один Толстой прямо из жизни. Вот прямо из жизни. Вот такова она описательная эстетика, что ты персонажа описываешь прямо из жизни. А там все-таки описательная эстетика? Ну, скорее всего, да. По крайней мере, в лице Самойленко вот именно так. Вот действительно описательная эстетика. А не описательная вот эта рефлексивная эстетика? Ну, не описательная. То есть мы описываем не катку, не магнитофон, не книгу перед нами какую-то сложную, а описываем способ или отношение сознания к миру. Почему мы это делаем? Потому что есть выделенное некое сущее сознание, которое на самом деле как-то в этом мире располагается и не совсем адекватно, не совсем гармонично. Вот и возникает необходимость описать взаимоотношения сознания и мира. Поскольку их взаимоотношения и собственность составляют уже литературу. Вы понимаете, что если у человека болят зубы, то из этого невыношимого состояния боли человек может сделать тем, что сочинить сказку о том, как у него болят зубы. Взвизгивать, скрикивать, устраивать рулады совершенно непротивоестественные и так далее. Вот так говорит записка из-под поля. То есть опять у человека действительно болят зубы, но действительно сознание подражает саму себе. Форма подражает себе как форму. Мы в результате вот этот знаковый смысл из нашего отношения к миру как бы вытягиваем и делаем в качестве некого интенсивного отношения, основанного на мире. Но это и наше интенсивное отношение с самим собой. Не больше, не меньше. Это интенсивное отношение с самим собой. Тут надо объяснить, почему оно рефлексивное. Потому что рефлексия всякий раз, когда внедряется в некого рода обстояние отношения человека с миром, то она на самом деле это отношение искажает всякий раз. Да, искажает, искажает оно, да. То есть рефлексия – это не просто констатация, рефлексия – это всегда некая активность. Да, в чем здесь эстетика оказывается? Почему здесь есть новая эстетика? Да потому что оказывается, что если мы понимаем подобного рода действия персонажа перед нами, что он не просто цветок в горшке, а именно он есть и некоторые отношения с самим собой, то в акте этого понимания мы опять-таки соотносим с самим собой. И это означает, что сознание чего-то не предпослано. Согласно платоновской истории наслаждения, мы оказываем ситуацию высокого наслаждения. И это сегодня я постараюсь показать. Мне еще нравится такой тезис, что кто правит, да? Мир правит человеком. Вообще человек как бы внедрен, укоренен в мире и живет согласно некому закону. Или сознание правит. Да, мне в последнее время этот тезис нравится все меньше и меньше. Но что мы сделаем? Мы пытались сказать, что относительно Достоевского, что два типа его персонажа, они оказываются одинаково рефлективным персонажем. Персонаж типа этого станционного смотрителя, да? Он же тоже оказывается в рассказе. Там у его дочери все на самом деле хорошо, но он рассказал себе какую-то страшную историю, в нее верит. Но она состоит в том, что он находится именно в рассказе, как рассказе. Он превращает мир в текст. Вот в этом состоит его рефлективность. То есть существует эстетика бедности. А как Икальевич Башмачкин действительно находится в некой эстетике бедности, когда он рассуждает именно в эстетике как таковой. То есть та самая напряженная деятельность, связанная с выбором им шинели, она состоит вовсе не в том, чтобы выбрать именно шинель. А это деятельность ради деятельности. Ради этой самой эстетики бедности. Ей противостоит антиэстетика нищеты, эстетика рефлективных, по-настоящему рефлективных героев Бостоевского. Вот я эту позицию фиксирую. То есть никакой вот этой позиции, которая можно назвать было писательной позиции, не существует, что странно. Потому что всегда рефлективная позиция должна противостоять некой позиции естественности, повседневности. То есть репсиция возникает как нечто вторичное по отношению к первому. К естественному, повседневному, обыденному. Ну, насколько существует... Просто любое наше отношение с миром, оно невозможно быть простым. Ведь невозможно быть просто пилотом авиалайнера. Быть просто пилотом авиалайнера, и с утра до вечера этот авиалайнер с тремя сотнями пассажиров водить по миру. В Таиланд, Сингапур, Петербург, что-либо еще. Ты всегда эту ситуацию будешь эстетизировать. У тебя будет белый китель, ты будешь вести как самый настоящий пилот, как карда будет. Ты будешь вести себя не просто человек, который водит авиалайнер, но ты будешь вести себя как человек, который водит авиалайнер. То есть ты будешь приходиться в этой эстетизации. Все твои потребности этого обычного пилота, его свойства, достоинства, недостатка обязательно будут проходить в никакой перетрофированной виде. Если это так, то это невозможно было бы описательная поэтика, она же существует. Так она и невозможна. Не, ну она же существует, и значит она все-таки, она же претендовала на то, чтобы быть реалистической литературой. Вот она и невозможно реалистической, а возможно только настоящий реализм, это фантастический реализм в смысле Достревского. Со словом реализм тут как-то все плохо, потому что я, честно говоря, не помню ни одного литературного течения, ну кроме социалистического реализма, который бы прямо вот говорил, что мы реалисты в смысле вот должны отражать действительность. Да, а социалистический реализм говорил, что мы, конечно, реализм, но мы изображаем действительно не такой, какая она есть, а такая, какая она должна быть. О каком реализме говорится? Что был романтизм, да, своего рода? И вот то, что... И нисколько не реализм. Да, и вот то, что пришло после романтизма, это вот некоторое, как бы, понимание того, что жизнь другая, что в жизни есть, как бы, и партизм. А, был итальянский кинореализм, который у нас, на самом деле, филийный. Реализм был в этом смысле, что как бы не романтизм. Я только что хочу здесь обратить внимание, что подобного рода эпитеты применительно к искусству, они возможны. Я только хочу сказать, что никогда не было такого литературного течения, которое себя реалистичным провозглашало. Даже то, что вот Достоевского обозвали представителем натуралистического направления, так это была придумка критиков. По-моему, Беринский пустил первым эту, так сказать... Фантастический реализм. Вот, что это, дескать, вот, наконец-то, натурализм-то в литературу и вошел. Понятно, что... Ну, между прочим, он действительно и вошел, да, Достоевский. Ну да, Достоевский, понятно, при этом стоял и кивал, потому что Беринский был светило, а он был еще никто. А потом он всю жизнь дистанцировался от этого определения очень сильно. Ну вот, надо эту самую ситуацию удержать, что мы никогда не свободны от рефлексии. Нам никогда не удается стать обычным летчиком и пилотом и просто водить авиалайнер. Не удается. Мы всегда будем подражать себе, то есть пытаться эстетизировать свою ситуацию по вождению авиалайнера. То есть в гипертрофированной форме мы будем проживать достоинства и, самое главное, недостатки данного образа жизни. Почему? Потому что, как герой записки из подполья и говорит, что больше всего мы счастливаемся как раз и недостатками. И мы счастливаемся. Именно в них эстетизация нашего ситуации, она бывает. И вот именно в подражании формы о самом себе это есть и способ присутствия сознания в мире. Сознание присутствует в мире тем способом, что оно подражается имя в себе. Что человек не просто ездит на машине, а выходит из дорогой машины, так что он выходит из дорогой машины, а не из просто там какой-то, что я не просто какой-то там офицер, а я майор, говорю Гоголевского персонажа у нас. А майор Ковалев, он не просто какой-то офицер, но он еще и майор, и не просто где-то еще что-то было. Вот в этой самой ситуации. Таких персонажей у Чехова миллион. Ну, замечательный рассказ Ионыч, допустим, возьмем. Там речь, напомню, о чем идет, что есть провинциальный город, скука, клопы, тараканы. И когда говорят, что в городе есть что-то замечательное, там ее показывают на некое семейство туркиных. Что там семейство туркиных? В дочках играет на ревненое пианино, мама пишет романы, которые они публикуют, поскольку у них средства есть. Она, разумеется, пишет о том, чего никогда не бывает, о графах, о конденях, что-либо еще. Сыночек становится на ту баррятку и показывает какой-то фокус, или декларирует стихотворение. И главного героя, провинциального доктора, оказалось несчастье, что в эту дочку туркиных он взял да и влюбился. И она к нему приходит, но она-то пребывает все время в расстоянии рассказа о самом себе. Она ему рассказывает, что нет, она не может выйти за него замуж, по той простой причине, что она на самом деле пианистка выдающаяся. Она сейчас поедет и там дальше в это дело продвинется. Проходит время, и эта дочка возвращается в этот провинциальный городок и сама приглашает его доктора на свидание вот этого самого. И начинает рассказывать, что она думала, что она пианистка, а на самом деле так это здорово. Жить, приносить пользу людям, заботиться о других, о больных, о бедных, что-либо еще. Что она делает? Она Ионычу предлагает опять ту же самую рассказ. То есть она из этого рассказа никогда не выходит, для нее весь мир текст. Она то рассказывала о себе историю о пианистке, о себе как о великой пианистке, хотя все, что она умела, это быстро играть, очень быстро. Теперь она рассказывает доктору Ионычу о том, что он просто помогает людям, что у него прекрасные вещи. То есть вместо его повседневности, которая на самом деле гораздо более проста и грустна, она ему подсказывает некий рассказ. Ионыч просто понимает в этой ситуации, что его в этом рассказе нет. Места ему нету, мне как сознанию в этом рассказе места нету. Меня нету в нем. То есть и нам, Чехов, и предлагает вот эту самую ситуацию оценить. Что мы на деле вот этой туркиной имеем дело не с описательным персонажем, которого надо рассказать, но просто такая дочка, которая думала, что она пианистка, а она не пианистка. А показывать эту ситуацию, что она вместо того, чтобы жить в мире, она превращает мир в текст. Как и летчику, к сожалению, его несчастье, с чем состоит летчика? То, что ему не удается жить в мире, и просто водитель и лайнер. Ему он будет вынужден превратить жизнь вот этого летчика в текст о самом себе, в повествование, в роман. Ну, кому не приходится? В роман никому не приходится, всем приходится, и это плохо. Ну, что здесь проблема? Мы когда смотрим на эту ситуацию внешне, мы понимаем, что подобного рода персонаж, в первую очередь, удивительно пошлый. И не все эту пошлость могут выдержать. Вот его ничего не выдержит, человек умный и чувствующий. Он, оказывается, в этом ситуации рассказа, он-то это выдержать не может. Он-то понимает, что обстоятельства совершенно не так обстоит дело. Что есть просто чистая форма, и она никакой субстантности не имеет. Удержаться в этой субстантности нет никакой мечты, и возможности нету никакой. И, разумеется, он разворачивается и уходит. Там не происходит тех крайностей, которые возникают у Достоевского. Но именно вот эта самая ситуация, когда персонажу предлагается жить в тексте, а он по каким-то причинам отказывается, мы понимаем, почему отказывается. В этом и есть удивительное мастерство Чехова. Вот другой рассказ, скажем, Крыжовник. Там люди просто мечтают о том, что они будут жить на природе, у них будет свою дачу, и они где Крыжовник разведут у себя. Крыжовник выступает здесь не в качестве Крыжовника наравне с малиной, скажем, и чем еще. А он выступает тому, что они свою удачную жизнь, счастливую, они превратят не в жизнь, а в текст или в рассказ об этой жизни. Но что здесь интересно в этом ситуации? Поскольку персонаж сам себя превращает в текст или в рассказ, то он, значит, этот текст или рассказ превращает, он становится описуемым. Ведь он сам пишет о себе текст. Он становится описуемым. Но искусство настоящего писателя в масштабе Чехова и Листецкого состоит, что за этим повествованием увидеть свободное решение персонажа, положившего себя в качестве вот такой-то формы существования, когда он подражает сам себе. Вот в чем дело. То есть можно написать книжку о летчике. Вот А.С. Пушкин – это книга о летчиках, потому что А.С. и Пушкин. Можно книгу о летчиках написать. Это будет повествовательная эстетика. У них будет роман, и можно смотреть по этому семью на семинар. А можно показать вид, как человек год жил, два года жил, три года жил, держался, а потом взял и стал себя летчиком. Не просто самолет его делал, а летчиком стал. Как и точно так люди. А мы же крыжовник посадим, еще раз крыжовник посадим. Я за поколением старшего возраста часто наблюдаю по поводу посадки соцсообразительных культур. Это в 70-х годах было принято сажать картошку. Это имело какой-то смысл, но в уровне всеобщей нищеты и дефицита картошку это было. И теперь очень интересно посмотреть, что на годах тоже даже не нулевые, а что-либо еще. Люди того поколения продолжают сажать картошку. Они сажают с большим трудом, потом собирают ровно такой же урожай, хотя могли бы за 5 копеек купить это дело в магазине. Или дети могли бы это дело купить в магазине. Для чего они это делают? Да потому что они находятся в этой своеобразной эстетике бедности, как я говорю. Когда было принято сажать картошку. Сажать картошку – это была бедность, которая была введена в рамках определенного рода эстетики. И они удерживают именно форму существования. Она уже вообще лишена какого-то конкретного смысла, конкретного функционального смысла. Но они продолжают сажать картошку, как и те, которые говорят постоянно об этом в самом краженнике. Ну вот переходим сегодня к нашему главному повествованию. Это как бы романового дуэль. Там, значит… Можно предварительное замечание сделать? А разве здесь нет морализаторства? Ты сам рассказывая об этом, говоришь, что они не реальной жизнью живут, а на самом деле живут некого рода текстуальной жизнью. Сами себе жизнь придумали и пытаются ее воспроизвести. Ну потому что реальность жизни невозможна как таковая. Не получается, что Чеков и Достоевский у тебя просто становятся такого рода морализаторами, да? Они пытаются указать на плохие стороны нашей жизни. Нет, они не пытаются, потому что просто такой, как жизнь, невозможно. Вот невозможно долгое время… Нет, ну ты же сам как бы в речи своей указываешь, что они не живут реальной жизнью, а они пишут текст. Потому что никто не живет. Потому что никто не живет. Только что ты… Есть же вторая рефлексия, да? Которая первая. Они пишут, пытаются написать свой текст. Но мы же как бы со стороны понимаем, чем они занимаются. Да, понимаем. Ну так вот эта вторая рефлексия указывает на то, что это пародия жизни, а не сама жизнь. Ну да, да. Значит, мы все-таки можем встать в позицию, что они не живут? То есть, что они просто… Нет, просто та позиция, которая… Мечтают, что они мечтают. Мечтают, да. Они мечтают, но та позиция, которая ему в качестве противоположной предъявлена, Достоевский предъявляет, в десятки раз хуже это первым. Нет, просто тогда не получается, что писатель, который пишет о таких персонажах, он просто морализатор, да? Он хочет показать, как бы, плохие стороны нашей жизни. Нет, не получается. Нет. Смотри, это было бы морализаторство, если бы, скажем, Достоевский или Чехов, предлагали иной, более здоровый способ отношения к действительности. Достоевский, кстати, предлагает. Он же православный, может стать, писатель. Ну, православный писатель. У него есть положительные персонажи, которые не вписываются в понятие рефлексивного персонажа. А это… Типа Старец Зосима там и прочее. Старец Зосима единственный, более-менее подходящий пример, но он сильно особняком, да. Он сильно особняком стоит, его, как бы, он достоин отдельного разговора. Пока я только отвечаю на твой вопрос, ну, заикарил в некотором смысле, да, но поскольку это обоим нам знакомая точка зрения, я на это делаю. Значит, смотри, еще раз, пункт мой, и, насколько я понимаю, Олега Михайловича и Игоря, состоит в следующем. Чтобы это было морализаторство, если бы предлагалось какое-то более здоровое, более преимущественное отношение к жизни. А анализ Чехова и Достоевского показывает, ну, Достоевского, по крайней мере, совершенно точно, да, что действительно есть разные способы отношения к действительности. Ну, вот говоря таким грубым языком, там есть мечтатели, есть деятели, и даже среди персонажей Достоевского. Но он подробно показывает, что, как бы, хрен редкий, ничуть не слащий. Что мечтатель погружен, что деятель погружен, но все они погружены в форму, по-разному. Но они оба погружены, они оба не касаются действительности, они оба избегают действительности. Поэтому получается так, что, хотя, конечно, это все представлено в неприглядном совершенно свете, но морализаторства нет, потому что нет указания на, так сказать, другой, более правильный образ жизни. Скорее, это такой вот натурализм в таком смысле, что, дескать, вот как грустна наша жизнь. Человек может жить так и при этом страдать, человек может быть сяк и при этом страдать, и никто из них не имеет дело с действительностью. Ну, вот... Не, это правильно. Получается, что все персонажи Достоевского, там, не только Достоевского, наверное, и Гоголя, и Чехова, все они отрицательные. Но они не отрицательные, понимаешь, еще раз. Потому что мечтательность, вот это, как ты говоришь, да, и даже их деятельность, она же все-таки все равно происходит не в реальности, а в каком-то, как вы говорите, фантастическом... Фантастическом, если бы была реальность, реальность. Совершенно верно, совершенно верно. Просто, если говорить об этой стороне дела, об этом стороне, вот, как бы, результата, к которым приходят все эти замечательные писатели, то, я думаю, общий результат звучал бы следующим образом. Что, если вы, граждане дорогие, думаете, что иметь дело с реальностью легко и просто, так вот, выкусите-ка. Потому что есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять форм отношения к действительности, которые вас от действительности уводят. И их сила, как писатели, состоит в том, что те формы, которые уходы от реальности, которые они описывают, они действительно широко употребимы. Многие люди таким образом бегут реальности. То есть, они своего рода априорные формы, да, в смысле? Они не то, чтобы... Только не в том смысле, как у Канта, конечно, а в том смысле, что они предзаданы нашей жизни. То есть, мы к реальности уже относятся с некой уже предзаданностью того, как мы должны отнестись. Ну, я бы сказал более легкое слово, да, что они вот чисты и привычны. В этом заслуга, как бы натуралистическая заслуга этих писателей. Она все-таки у них небольшая есть. Она состоит в том, что они указывают формы избегания реальности, которые действительно чисты и типичны. Мы их узнаем. Мы сами так живем, вот как ты совершенно справа говорил. Да, а кто иначе? И надел фуражку с кокартом. То есть, она в тебе... Нет, ну... Череп въелась тут же. Тут же сразу возникает вопрос немного... Никуда ты не денешься от этого. Не эстетически. У нас тоже черепа поросла непосредственно. Не эстетически. Ведь реальность, она же имеет свое некое волю, да, она же сопротивляется навязыванию вот этих внешних форм. То есть, мы пытаемся к реальности отнестись, навязав реальности свой текст, да. Но ведь этот текст может не согласоваться с тем, как в реальности на самом деле. Да, вот я сейчас об этом расскажу. Я об этом сейчас расскажу. Может быть, реальность в этом и есть. Да, может, в этом и есть. Вот я сейчас об этом расскажу. Вот возвращаемся к этой самой дуэли. Значит, смотрите. Вот есть некая группа персонажей, из которых поделяется Влаевский и его содержанка, то есть Надежда Федоровна, которую он привез, и они живут в небольшом городке. на Черноморском побережье. Ну, скорее всего, в родном Таганроге, да, для Чехова. Это вот. Вот такова она ситуация. Значит, оба они до определенного момента находятся в ситуации, рассказываемом о самом себе. Например, Надежда Федоровна полагает, что она является самой красивой дамой на побережье. Самая красивая дама на побережье должна иметь кучу поклонников. А значит, она должна иметь любовника. И она находит местного пристава в качестве любовника. Она изменяет не потому, что ему Влаевскому, не потому, что ей хочется этот пристав, потому что у них сколько-то интересного, а потому что текст его требует. Рассказ о ней, как самой красивой даме, о побережье. И вот тут-то она наталкивается на то самое замечательное рассогласование жизни и действительности. Он, оказывается, законченный подонок. Он ее говорит, что я человек порядочный, я вам не позволю ограничиться одним свиданием. Я прошу еще двух свиданий, иначе я все расскажу вашему мужу. Это так к ней подходит ее любовник, судебный пристав. Ну вот сами посудите себе. Мало того, что он человекопорядочность, с нашей точки зрения, она очень специфическая. То есть с ней же физической близостью пытается ее шантажировать. Но она, разумеется, вынуждена давать ему это удовлетворение. Это ее история. Точно так же с Лаевским он, оказывается, в этой самой ситуации, он тоже в неком находится рассказе. Он научил побережье играть в вист. Он занимает деньги, в общем-то, отлично понимая, что ничто не отдаст. И самое главное, что ему надоела Надежда Федоровна. И Надежду Федоровну пытается бросить. Просто возьмет и уедет оттуда. Но что важно здесь понимать? Что речь идет именно о том самом состоянии формы, то есть о тексте, о жизни. То есть он не относится к этому как к некой действительности. Вот это просто вот такая вот языковая игра. И он действительно уедет, ее бросит, оставив с этим судебным приставом, и еще с каким-то армянинчиком, который за ней тоже Надеждой Федоровной ухаживал. И в конце концов он притащил Лаевского туда, когда она давала второй раз удовлетворение этому приставу, и показала ему вот эту самую картину. То есть в окружении вот этих низких подонков, которые составляют цвет Тагангловского или какого-то общества того времени. В чем здесь, у них есть еще другой персонаж, фон Корень так называемый. Это зоолог, который изучает Медузу. Медуза там у них приезжает. В чем его ошибка фундаментальная? О том, что он пытается судить о Лаевском по его делам. Очень многие люди впадают в эту крайность, пытаются судить о другом человеке по его делам. Что делать ни в коем случае никак нельзя. Потому что речь-то идет о форме существования Лаевского. Он подражает себе как тексту, как и Надежда Федоровна. Она же неразвратная женщина. Этот судебный пристав ей нам совсем был не нужен. Ни какой-либо еще. Просто речь о ней, как самой красивой женщине-побережье, подозревала стомный поток лунников. Поклонники из некоторых из них становятся любовниками. Но вот она тоже наталкивается на некую действительность. То есть то, что, мягко говоря, все эти картины выглядят совершенно иначе. Точно так же фон Коррен, он отлично понимает, отлично описал Лаевского, что утром купание и туфли, днем вист, вечером ужин и женщина. И так каждое утро он уходит, бружит, говорит себе как о Байроне и о лишнем человеке. Он совершенно правильно говорит и о Байроне Лаевске, и о лишнем человеке. Но что здесь о особенности? Тем, что фон Коррен пытается судить о нем как просто описать на происхождение. Вот то, что такой есть человек, у которого есть такие-то, такие-то недостатки, жизнь вечная, и он из своей подлости готов бросить Надежду Федоровну со своими долгами, с многочисленными, оставив ее на попечении этого армянинчика и судебного приступа, а сам куда-то уедет. Но проблема состоит у Лаевского, что ему в тот момент, когда он находится в этой форме существования, подражание самому себе, вот эти препятствия, подлости, их нельзя сделать, ну потому что рассказ, он и есть рассказ. Взял, написал новый. Все, бросил ее и ушел. Фон Коррен, отлично этого совершенно не понимая, пытается Лаевского вызвать на дуэль. Как с Надеждой Федоровной эта ситуация, второго или третьего свидания с приставом, обнаруживает ей некое действительное положение дел, так и для Лаевского вот эта самая дуэль, его вызов тоже, обнаруживает решительное положение дел. И дальше это было бы все нормально. Но здесь вот было бы это нормально. Но мы здесь ловим некую принципиальную точку различия между эстетикой Чехова и эстетикой Достоевского. Но в самом деле, в тот самый момент, когда мы обнаруживаем, что речь идет именно не о Лаевском, как и вот таком нехорошем человеке, как думает о нем Фон Коррен совершенно, блестящем исполнении, скажем, в известном фильме, да, Фон Коррен играет Высоцкий, а Лаевского играет Олег Даль. Блестящий фильм совершенно есть. Вот. Что это не его свойство, а речь именно идет о отношении сознания или персонажа к миру. Это вот способ с Фон. Именно возникает вот этот экстаз, вот это ощущение высокого искусства, переживания, которого от нас и добивается Чехов. И чем принципиально отличается из всей остальной литературы. Точно так же, как с Надеждой Федоровым, к нам понимаем, что речь идет не о развратной женщине, загулявшей под Таганрогом, а речь идет о форме ее существования, то, что оказалось в рассказе, и от этого должна сделать Б, С и Д. И мы, если этого понимаем, и она это понимает, обнаружив с лицом действительное отношение к миру, что мир есть, а меня нет. Если мы эту ситуацию понимаем, то, значит, мы оказываемся опять в ситуации высокого... То есть все-таки не она автор текста, а текст над ней вырастает. Да, хотя мне не очень нравится. Мне не очень нравится. Но если мы понимаем ее как персонажу выбирающего свой способ отношения к тексту, то вот тогда бы мы и оказываемся в ситуации... То попытка, значит, как я часто писал, попытка Чехова удалась. Попытка построить вот эту эстетику. Но что здесь интересно, чем отличается эта ситуация от ситуации Достоевского? Тем, что дальше некоторые люди возвращаются, так сказать, к нормальной жизни. Но они начинают много работать, расплачиваются всеми долгами. Потом он выходит в фон Керна... То есть мечтательность заканчивается, да? Мечтательность заканчивается. Выходит фон Керна проводить. Фон Керн говорит, не вы знаете, говорит, он чем-то там не раньше больше нравился, а сейчас он робок, испуган, забит, кланяется к китайским болванчикам. Мне грустно. И действительно грустно, если потому что в той самой ситуации, в ситуации мира, как текста, я шла в какой-то мере о Трождестве человека над миром. Да? То есть это... Скакарда, это способ победить действительность, которая состоит, что 10 часов в день на протяжении 20-30 лет ты возишь этих несчастных пассажиров, один и тот же аэропорт, одни и те же действия, и самый главный мир есть, а тебя нет. А кокарда, это способ с ним справиться. Блестяще. Если она особенно сильно блестит, то этот способ, это ситуация победит. Я есть, а мира нет. Да, я есть, а мира нет, да. Мира нет. А у меня как арда блестит. Скажем на ворот, я есть, а мир ничтожен. Да, может мир-то и есть, но у меня кокарда блестит. И получается, значит, как бы мир-то, мир-то и нет. На самом деле. Немножко. То есть здесь он, как клонится, как китайский болванчик. То есть очень интересно, что на ситуации вот этой самой рефлексии и на отчаянии того, что мира нет, точнее, того, что меня нет, в этом мире есть, вот на этом самом отчаянии герои Достоевского, ой, Чехов, никогда не остаются, в отличие от героев Достоевского. Ведь в самом деле у героев Достоевского тоже есть и выбор. Ну вот представьте себе Мармеладова, да, возвращаясь к своим примерам опять. Человек нормальный бы, он писал бы эстетику о бедности. Да, пьющий алкоголик, да, он бы это дело эстетизирует. Но акт рефлексии, он состоит в том, что он превращает эстетику бедности в антиэстетику нищеты. Когда он приходит просить деньги на выпивку у своей старшей дочери, которую он обрек на то, чтобы заниматься проституцией, будущей еще девственницей, вот, то согласитесь, это уже речь идет о неком надрыве, уже речь о том, что я называю эстетикой, антиэстетикой нищеты. То есть есть разница эстетика бедности и эстетика шинели. А как, а как, должна что-то изменить в тебе и в мире? Да. И все, что может изменить Мармеладов, это стать еще более горьким пьяницей, чем мастер. но уже приличный, то есть начинает эстетику нищеты, то есть между бедностью и нищеты, ни в количестве доходов. Персонаж, записок из-под поля, но насколько он мерзок, как-то вот так вот. Ну да. Опять же, именно рефлексией является результатом этого. Да, да, да. У него же это тоже ситуация, там какова записок из-под поля. Он разошелся, разговорился с проституткой, которую он снял, и она пришла его любить. И таким образом он оказался в ситуации рассказа, текста. Да, вошел в текст. Да. А ему-то это нестерпимо, ему это блестящий рационный эскадр, он человек умный, думающий, она для него нестерпимо. Он хочет быть так. Вот тот самый, этот рассказ. Он хочет быть таким же действующим нестерпимо. И оказывается в этом самом реакте, и он ей три рубля вынес, чтобы показать, что он был. То есть его хотели описать, а он на самом деле из этого писания выпал. Да, и сам себя хотел описать. Он из него выписал и превратил это в мерзкую сказку Камерлодов. Написал свою антиэстетику нищеты. Вот в чем дело. Ну, это четыре рубля. Есть некая борьба все-таки текстов. Один пишет текст и предлагает его другому, а другой... Смотрите, Юроныч вот эту ситуацию он фиксирует. Вот он в этой ситуации оказался, ему свидание назначила эта девушка-пианистка, назначил, он для него зафиксировал, что его... О нем пытаются рассказать и он о себе пытается рассказать, что для него, для думающего человека невозможна ситуация. Ну, просто от него ушел. А дальше что он начал делать? Никакого отчаяния, просто зарабатывание денег, храждение по этим по комнатам, любовь к покупанию недвижимости и так далее, и грабист. А что это там за такие-такие? Это тот, в которых дочка на фортепианах играет. Да, это тот, в которых дочка на фортепианах. И вот он едет на своей тарантайке, это значит красный, разжиревший, и кажется, что он несет все языческий бог. Это вот эта ситуация. Точно так же и Лаевский со своей женой начинают работать, раздавать долги, убить забитые, несчастные, кланяются китайский баланчик, а мне, мне грустно. Это вот такая тоже эта самая ситуация в ней оказывается. Но обратите внимание, что чеховские персонажи не переходят в ситуации того сугубого отчаяния, и, как говорит Нагридзин, мистерии невытия, которым приходит герой Достоевского. И в этом есть различие. То есть точку Ионыча мы фиксируем, и дальше он превращается, но что он превращается? Вот это я бы хотел показать. Там есть вот за его дальнейшим бытием какая-то существенная форма отличающая Достоевского, или это форма та же самая Достоевского. Но Достоевский действительно персонаж начинает безобразничать. Безобразничать начинает. Начинает антиэстетической деятельностью заниматься. Они пишут антиэстетику нищеты, антиэстетику чего-то еще. Они выбиваются совершенно. Казалось бы, они должны были в смысле морализаторском научиться, что невозможно мечтать, нужно приступить к обычной нормальной жизни. А персонаж Достоевского они считают, что никакой вот такой, как вы и говорите, никакой нормальной жизни нет. Невозможно. И Лаевский уже тоже ненормальную жизнь ведет. И Иоаннович ведет ненормальную жизнь. Ну ты же сам говоришь, что они как китайские болванчики кланяются и рассчитываются с долгами. То есть мечтательность прекратилась, они вернулись к обычной нормальной жизни. Ну это нормальная обычная жизнь? Нет. Ну да, это все... Что за этим китайским болванчиком что-то скрывается? Я этого просто не понимаю. Это и другая форма, чем Достоевского. Достоевского все просто. У Достоевского как бы есть понимаешь в себе, что ты в этой ситуации тебя нет. Только тексты есть. И ты начинаешь делать, пытаешься из него каким-то образом выпадать. Харду эту порвает несчастное что-то. Ты делаешь статью. И Иоаннович начинает бегать там, да, рассказывать всем о своих камнях. Вот ты оказываешься в антиэстетике вот это. И дуэль тоже происходит так, что один из персонажей вдруг стреляет или вообще не стреляет, да, там, с пистолета и так далее. Везде возникают вот эти вот антидействия, которые специально разрывают, как бы вот изначально написанный текст. Да, пытаются. Это же тоже очень просто. вот как этого Светригаевна, да, в «Преступление и наказание». Он ухаживает за девушкой, за сестрой Родиона Романовича, Дарьей. И очень просто, тем способом, что он позволяет учить себя добродетели. И она оказывается в ситуации рассказа. Она начинает сочинять себе рассказ, что он где встал на путь исправления, что он хорош, и видит, что глазки-то в ней поблескивают уже. И вот она готова к нему пройти. И ему надо просто сидеть и не действовать. Он сидит и оказался, но для него текст, в который его поместили, оказывается нестерпим. Он портит себе игру и портит и так далее игру. А всего-то надо было подождать. Есть другой персонаж разумихин, как бы, почему-то он вписан в этот текст. И он не стыдится своей нищеты, да, и он деятельный. Да, 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 деятельный. Но он в этом уживается. А у него... Но это же получается все-таки писательный персонаж. Смотрите, есть вместо того, чтобы писать совместно с Дарьей Родионовной, не, Дарьей Романовной, Дарья Романовной, совместный текст о помещике, ушедшем из семьи и ставшем на путь исправления, хотя это противоестественное, конечно, это было бы нормально. Вместо этого он начинает писать антиэстетические вещи упрогом соблазнителе несчастный гувернатор. Да. Нет, ну видишь, и с этим все просто. С Дарьей Романовной, с Дарьей Романовной, потому что, потому что, раз рефлексия должна являть себя определенными действиями, изменениями, она должна порождать определенные изменения. Поэтому герой Достоевского, рефлексивный герой Достоевского не может принять. Поэтому даже Свидригарлов, который затеял эту тонкую игру с Дунечкой, он не может ее принять, потому что ему нужно как бы выступать здесь в результате некой активной силы, то есть силой, которая меняет ситуацию. Он не может по своей природе сидеть и ждать, пока она сама вот к нему придет. Поэтому он портит всю игру. Не только так, да. Ну, нет, подожди. Он портит всю игру тем, что как бы кидается на эти заблестевшие глазки, пугает ее и все в таком роде. То есть, я что хочу сказать. У героев Достоевского рефлексивность состоит в том, что они свою форму, в которой они живут, каждый живет определенной формой. Кто летчик, кто помещик, кто несчастный пьяница. У каждого своя форма. Но герой Достоевского свою форму всегда преувеличивает. И в этом преувеличении есть работа сознания, есть работа рефлексии. У героев Чехова этого преувеличения не наблюдается. Странно. Я-то как раз говорил прямо противоположное. Они тоже также преувеличивают свою форму. Надежда Федоровна изготавливает себе эту форму от самой прекрасной девушки на побережье. Но подожди, она просто следует этой форме? Нет, 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 нет. Она просто в тексте. Нет, быть в тексте означает его уже преувеличивать. Вы поймите. Быть в тексте преувеличивать это одно и то же. Да, для Достоевского безусловно. Просто у Достоевского есть две формы. Первая. Это первая форма обычного преувеличения, когда ты просто живешь в тексте. А вторая я говорю, что это, например, эстетика бедности. А как Якакевич у Гоголя находится в эстетике бедности. И есть антиэстетика нищеты. То есть та же самая форма, но если ты здесь твоя форма субстантна, ты основан на предмете на самой прекрасной девушке на побережье, что-либо еще. Но она является формой для себя. То есть она из него как бы выкинута. Это есть некое интенсивное отношение с миром, а последовало самим собой. Ну да, но просто главное, что находясь в этой форме, ты просто ее сохраняешь. А у Достоевского еще вторая форма, когда ты эту форму не просто некое субстантное отношение на основании, ты соотносишься самим собой на основании мира, а тем способом, что эту форму пытаешься взять просто в чистоте. Просто в чистоте в ее, в безобразии. А поскольку она является чистой формой из формы небытия, все, что мы занимаемся, то есть как говорит Нагомитец, это является мистерией небытия. Вот в чем дело. Родорефлексия это есть свое родопреступление. Не всякого рода рефлексия, просто те виды рефлексии, о которых идет речь у Достоевского и у Гоголя, это действительно вот безобразие. Я даже могу объяснить почему, потому что когда человек вписан в мир... Сейчас, вы приведи, я попал, возьму. Когда человек вписан в мир, когда человек существует естественным образом в соответствии с теми реальными, которые его окружают, это как бы состояние нормальности, это состояние правильности. Но когда человек пытается с помощью рефлексии преодолеть эту естественность, когда он хочет внести свое авторство, когда свое рефлексие он вмешивается в саму жизнь, он как бы нарушает естественных вещей и вроде как становится по отношению к этому естественному ходу вещей преступника. То есть когда он берет на себя ответственность, когда он становится автором, когда он преувеличивает, как вы говорите, ситуацию, то тем самым вроде как он как раз и становится преступником. Ну, преступником в каком-то метафорическом смысле, ну да, он переступает в собственные границы, он переступает в свою реальность, это можно так сказать. И получается, что это на самом деле рефлексия оказывается, что это мистерия не просто непытия, а мистерием зла. Да, это одно и то же. Потому что добро, это жизнь в соответствии с тем, как устроено, ну уж устроено так, живем в некого рода тексте, вынуждены с ним считаться. Есть нормы приличия, есть, да, есть там... Я так как раз хочу сказать, что так называемого добра вообще нет. Потому что ведь... Это у вас так получается. Да, его получается, что оно вообще недостижимо. Но никогда... Если мы, опять же, вспомним, да, он в своих романах вот эту вот линию добра пытается как-то провести, может неудачно, это другой разговор. Он же пытается найти, а если вот во всей этой мистерии зла, это какой-то лучик просвета, надежды, добра. У него этот персонаж, Сталец Зосима, да, он как раз возможно, да, это один из выходов. Или он пытается, допустим, вот этот Алеша персонаж, братик Карамазов, он у него тоже вроде как намечался как добрый персонаж. Булат, вот скажи мне, а еще, кроме Сталца Зосимы, ты можешь привести пример такого персонажа, который вот... Ну, есть некого рода мармелизаторства по поводу Раскольникова, что в конце концов... Сонечка Мармеладова. И Сонечка Мармеладова, да, она приводит, как бы, выводит из состояния вот этого зла, да, Раскольникова. Прождение нового человека, да. Ну, так вот, да, но... Ну, это как-то скомканно. Я согласен, что у Достоевского все персонажи добрые, они какие-то схематичные, у него не получается изобразить жизнь. Дело даже не в том, что они схематичные, а дело в том, что когда он пытается писать вот такое вот сугубо, как бы это сказать, точнее, сугубо праведное решение этой проблемы рефлексии, как только он пытается это описать, да, он тут же выпадает из художественного текста. Он начинает писать концовку преступления и наказания, которые просто по общему мнению всех литератроведов, как-то совершенно инородное нечто, которое пристегнуто к основному тексту. То есть он просто вот писал-писал роман, есть некоторая художественная ткань, вполне себе целостная, там уж как мы ее будем анализировать, вскрывать, дело как бы, все делают это немножко по-разному. Но концовка совершенно искусственная и выпадающая из этой ткани вообще. Все истории со старцем Зосимой в братьях Карамазовых, они как бы сделаны более искусно. Но, тем не менее, оно тоже выпадает из романа совершенно точно. Обрати внимание, что все персонажи, касающиеся положительного описания старца Зосимы, они просто, ну как бы сказать, они выключены из романа, они в нем не играют никакого места. Ну даже исторически этот эпид, по-моему, даже не включен в основной текст, да? Не знаю. Не-не, он был-был-был. А вот еще хотел, по поводу Свидригарева, несмотря на то, что я согласен с вами, что он исключительно, как бы, рефлексивный персонаж, ведь он кончает, как бы, плохо, да, ведь он кончает самоубийство. Ну, понятно. То есть, тем самым, как бы, он отрицает себя. А кто хорошо? Нет, да, это мне один нигде. Дело не в этом, там, у нас же речь идет о преступлении и наказании. То есть, на самом деле, Достовский показывает, что этот путь рефлексивный, он тупиковый. Он приводит, должен привести к самоубийству. И расстроен это два пути. Либо самоубийство, либо вот это вот неведомое возрождение, которое он почувствовал там через много лет, там и прочее. Ну, а у Чехова не так. У него Лоевский много работает, и Каланинский, как Баванчик. Вот. Действительно, оставляя в стороне, какой бы выход предлагал Достоевский, во всяком случае, этот выход находится вне художественного текста. Мы можем читать его дневники, письма, там, он как бы, как некоторый вполне отвлеченный мыслитель, что-то пытается сказать. Там это, на мой взгляд, не выдерживает критики, ну и бог с ним. Потому что я предпочитаю говорить о его романах. Там, где он силен, а не там, где он слаб. Это понятно, но если даже преодолеть рамки романа и говорить о жизни, ведь у нас ведь в жизни тоже такая дилемма, да? Не можем же мы постоянно находиться в состоянии зла и писать роман своей жизни. Мы постоянно выпадаем из этого романа в некую норму, в некую роду повседневность. И скорее, наверное, живем в повседневности, чем пишем роман. Да. И в этом смысле, мне кажется, что Чехов ближе к такому решению проблемы рефлексии, которую можно, так сказать, употребить в жизни. Потому что, читая Достоевскую, ты понимаешь, что либо ты рефлектирующая, мыслящая личность, но тогда ты вот во всех этих безобразиях оказываешься вовлечен. Либо ты полная посредственность, так сказать, и все. Вот. Поэтому, как бы, дилемма безрадостная, поэтому хочется быть мыслящим. Оказывается, что, согласно Достоевскому, надо быть безобразником. У Чехова, вроде бы, нет таких крайностей. У него Лаевский был одной формой, потом переродился, стал другой формой. По-моему, безо всякого истошного, безо всякого истошного, хотя нет, ну как болванчик, да? Так, а все-таки это морализаторство? Не-не-не, у него жутко морализаторство. То есть, смотрите, как можно это понять. Он романтизировал свою жизнь, одна представляла себя такой барышней, да, великолепной, там, великосветской, какой-то красивый, да, на побережье, другой представлялся, там, аварином, таким, да? А потом, как бы, наступает то, что называется жизнь, да, это как бы наваливаются реалии, и люди перестают, как бы, мечтать, да, они переходят к реальности. Не-не-не, на что не навалилось, а они просто решили стать другой формой. Вот что-то в жизни, конечно, их толкнуло. Не-не, ну, может быть, здесь столкновение все-таки романа и реальности? Не-не, ну, то есть... И тогда это морализаторство, оказывается, да? Нет, смотри, они, сначала, они, столкнувшись с реальностью, выбрали такие комфортные формы. Он барин, она барня. Байрон. Он Байрон, она Байрон. Она Байрониха. Бога ради. Хотя, по-моему, уже к тому времени это уже такая пошлость. Ну, у него прямо в тексте Байрон. Не-не, ну, сам факт состоит, что, может, все-таки Чехов все-таки не похож на то, о чем говорит Достоевский. У Чехова все-таки... А, не Старься, а читали. Чехова все-таки можно понять, исходя вот из этого морализаторского положения, что люди мечтают, и, наконец, эти мечты разбиваются... Нет, дело в том, что когда... Нет, ты, Ёныч, я так не поймешь. Ты, Ёныч, я так не поймешь. У этой девочки фортепианистка она стала побаливать, постарела сильно, все равно играла на фортепианах. С ней ничего не случилось. Все, что происходит, происходит с Ёнычем. Да-да-да. Она на какой-то пьяных играла, так и играет. И он и что же. Как-то скакарно блестело, так и блестело. Она как в тексте была, так и осталась. Не, ну, наверное, кто-то может... Она так и в рассказе была. Это роман, и так же писала ее мать. И этот молодой человек, и младший ее брат. Вот это не брат, это слуга. Слуга разве? Ну, это же говорил, убить несчастное. Когда она в романе осталась, так она всю жизнь может прожить в романе. У нас здесь, по чему, получается, бывает две ситуации. Можно постоянно романтизировать всю жизнь, писать о себе текст, жить в этом романе. То есть, как бы мечтать, не мечтать о жизни. А можно, на самом деле, однажды какой-то Тлоевский выпустить из этого романа. И вернуться к какой-то реальности. Он ведь тоже продолжает мечтать только в другой форме. Ну, как же вы считаете, если он это действительно... Ну, да, да, так понимаешь. Но никто же от него не требовал именно такого вот ужасающего состояния, в которое он себя загоняет. Дело не так обстояло, что к нему там с ножом подошли люди и сказали, что либо ты, значит, сейчас вернешь деньги, либо тебя заражим. Нет, все к нему относились достаточно благодушно. Он просто в какой-то момент принял решение отдавать долги. Он мог их спокойно отрабатывать, но он не спокойно отрабатывает. Он просто света белого не видя и шачит, не отрываясь, чтобы заработать как можно больше денег. Все эти деньги практически отдает, хотя, опять-таки, зачем так делать? Но оставляйте себе на достойное существование. Нет, он этого не делает, он все отдает. Вот, а они там с этой несчастной женщиной прозябают совершенно. Нет, но здесь же, опять же, есть вот этот, что-то, как сам образ Байна, он говорит о том, что тут вот есть романтизм. Для романтического человека деньги это нечто как бы низменное, это вот земное, это вот копошение, это какой-то таракани, да? Вернуться, так сказать, к деньгам и начать их там подсчитывать и зарабатывать, это значит отказаться от мечты все-таки. Все-таки отказаться от романтизма в жизни, то есть перестать писать текст. Вы считаете, что он начал писать другой текст? Да. Что никакой такой реальности нет? Я так не считаю. Я так не считаю? Да, я не считаю, да. Я считаю, что речь идет о какой-то другой форме, да. Не писание другого текста, а другой формы. Только не знаю, какой. Ну, у Достоевского я с вами согласен полностью, что у Достоевского все-таки персонаж остается себе верным, да? Вот он не получается так, что однажды он от своей мечты отказывается. Хотя, может быть, Раскольников как-то перерождается, но мы этому не верим, да? Это не похоже. Да, я вам хочу сказать, что очень похоже на то, что вот этого наслаждения, вот этого сладострастия о признании себя полным ничтожеством или чистой формы происходящего, что знает Мармеладов, и что знает Раскольников, и знают все герои Достоевского. Такое ощущение, что героя Чехова не знают. Они в этой ситуации наслаждения, наслаждения Анастасии Галиповны Барашковой не удерживаются. И опять же, герой из «Записок из-под крылья», ведь он тоже не перерождается, да? Мы на самом деле не видим, что как бы вот это усиленное сознание, да, что вот этот вот рефлектирующий персонаж может к чему-то прийти, да? Что можно из этой ситуации как бы выйти? Вообще говоря, у него там тупик, что этот персонаж так и остается вот некого рода в своей подлости, да, вот этой своей мерзкости. Ну, подлости, все-таки подлости. Ну, конечно. Ну, как и все, Анастасия Галиповна пока нож рогоженый. Нет, просто я о чем говорю, что Анастасия все-таки и вот выхода, да, вот из зла, нет. Что на самом деле действительно получается, что предложенные им выходы из зла, они какие-то вот неправдоподобные, да, не веришь им просто. Что у человека вроде как получается, что жизнь наступает и что-то меняется, да? Ну, вот я не уверен, что жизнь наступает, потому что... А для персонажа достоятельства как бы он и даже жизнь не может их изменить. У Иоанна сейчас же не жизнь наступает, это непонятно, что наступает. Это усиленное зарабатывание денег, игра в карты, ничего не читая, больше ничего не знает, только ходит, ходит и покупает, недвижимость полюбил покупать. И ходит и покупает себе недвижимость. Просто превращается в некого такого гопсека бальзаковского, начинает копить, 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 но имеет ни семьи, ни детей. Берет и копит, имеет большую практику, жадность задавила, не только в сельский врач, но еще и в город ездит, потому что жадность задавила и так далее. Опять же, такой же персонаж инфлектирующий, им это как бы легко укладывается в нашу схему, это Ставрогин, да, он у него постоянно, вот он постоянно выпрыгивает из текста, которая жизнь пытается его описать. То есть жизнь постоянно к нему подходит с определенной позиции, пытается уловить его, а он постоянно с ним выпрыгивает. Он инфлектирующий, он не проведет меня за нос, он взял и провел. Да, да, да. Ну, и там много ситуаций, где показывается, что каждый раз он действует не так, как видите. Нет, согласитесь, что у него замечательный выход, единственный, который возможен. У гражданина кантона Увито, да. У него единственный выход из этой ситуации, такой же, что Настасья Филипповна, только наоборот. Ну, с другой стороны, вот, допустим, возьмем персонажа князя Мышкина, он тоже рефлективный, по-вашему? Ну, он странный, по-вашему. Но он же вроде бы опять же должен был явиться тем положительным героем, да, вот как бы той точкой и опорой добра. Вот вокруг него вертятся рефлективные персонажи, которые во зле постоянно, да, Рогожин, Иннастасия Филипповна, там, это генерал, там, Иволгин и прочие, да. И единственный он, как бы, светоч добра, и как бы все вокруг него пытается сгуститься, и тем не менее, что получается, что вот он опять уходит в некое небытие, да, свое? Нет, я вот думаю, что не является ли, может быть, действительно, между Чеховом и Достоевским никакой ранец, не является ли вот этой своеобразной жизнью Иоанновича, как и Илаевским, просто форма отчаяния. Какая форма отчаяния? Отчаяние, это просто форма отчаяния такая, как у героя Достоевского. Вот он сидит, ничего не делает, только деньги зарабатывает, полностью уничтожил собственную жизнь, жизнь своей этой штуки, женившись на ней. Ну вот пока из того, что ты проговорил, мы поняли и вроде бы согласились, получается, что равенство, да. Равенство, то есть ничем чехов нет? Просто нет, ну просто нет вот этой вот, как бы, чрезмерной экстетичности, проживающих во все стороны саблей и крови, но в общем то же самое. Достоевского моря слез, хотя достаточно пары ванных калош. Совершенно верно. Но я бы все-таки считал, что Чехов все-таки другой. Получилось, что нет. Случайство, что участие? Форма вот этого врача, его существование с картой. И вот там, али, это те самые туркины, у которых дочь играет на фортепиано. Ты даже всю жизнь запомнил, чего ему это притворяться-то. Это является формой отчаяния. Ну да. Это покупка недвижимости. Либо быть романтиком, писать текст в своей жизни, либо отчаиваться, да. И отчаиваться опять же в активной форме, то есть писать текст отчаяния. Да, никаких констатаций невозможно, вся эстетика деятельная. Ты только в активной форме можешь. Либо текст как бы такого лучезарного романтизма, либо текст отчаянного романтизма, но тем не менее романтизма, да? Ну, всегда привлечение. Тем не менее текст. Да, да, потому что ты всегда в рефлексии, ты находишься в ситуации отношения с самим собой. Вот это и есть феномен текста. Игорь же говорит о том, в чем смысл рефлективный персонаж, что он пишет о себе текст, и сам этому тексту верит, и сам в нем живет. То есть он не просто живет в некой реальности, как будто бы она не... А с точки зрения читателя вообще... А он это создает как бы, создает пишет текст. То есть он тем самым еще сам себя, поскольку пишет сам себя, он в этом смысле, оказывается, описывает. Вот в чем дело. Молнов автор своей жизни. Вот. И получается, что и Достоевский человек говорит о том, если ты понял эту ситуацию, если тебе это не понравилось, ты впадаешь в другой текст, но уже отчаяннее. Да, 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 да. Но это... И никакой реальности, как и на закоплении. Текст здесь носит служебный характер. Все дело в форме отношения тебя с миром, или форме отношения с самим собой. Это существенно. Нет, ну самое интересное, что вот, когда я говорил о реализме, да, получается, что тут и реализма никакого нет, потому что... Да. Ну, получается, нет никакой реальности. Да, есть только разные способы описания самого себя. Есть разные способы описания своего текста. Есть разные способы небытия. Хотя, если мы посмотрим, кстати, другую сторону нашей литературы, да, особенно на критиков наших, там, типа Белинского, Чепова и прочего, они, конечно, выглядят невыдающимися литературами, но, тем не менее, вот они-то пытались быть реалистами. Так нет, я тебе... И этот реализм, я более-то скажу, не получается ведь, да, ведь кроме пошлости мы ничего там не можем увидеть. Только посмотреть на этого Добролюбова, Чернышевского, там, Писарева, всяких Белинских, вот это просто некая пошлая литература откровенная, которая не удалась, да, которая пытается вот именно что морализировать. А, там, я в связи с этим, я и кто вспоминаю, есть такая библиотека всемирной литературы, там есть предисловия, в том числе, к Томику Чехова. И помните, там, какой-то из чехов, а там идет вещь, что самое главное, много-много трудиться, какой это, Три сестры? Много трудиться, я думаю, Дядя Ваня. А, Дядя Ваня, Дядя Ваня, наверное, в конце, в конце. Что, нет, 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 ну, похвала труду, типа того, что... И люди реально думают, что, пишут, что возле денег Чехова, он воспевал труд, и самое главное, это много и напряженно трудиться на Дядя Ваня. У нас это же чистое отчаяние, да, что... На форме общества, нет, это не Дядя Ваня, я спою, что Три сестры, вот. Но речь-то шла о форме, о том, что это такая же форма мечты, как и Москву в Москву. У нас, мол, жизни нет, а мы будем в Москве, у нас появится жизнь. У нас жизни нет, потому что мы правные помещики, мы много напряженно трудиться, и будем подражать самим себе. И то, и то. Здесь труд не важен, и Москва здесь не важна. А критик этого не понимает. Великую семейную литературу он говорит о гордом пафосе, о гордом пафосе произведений Чехова, призывающего трудом. То есть, все-таки, как бы, наши великие писатели, это там Чехов, Достоевский, Гоголь, ну, Гоголь, понятно, да, это не реалисты. Особенно Гоголь, да? Да реалисты, реалисты. Я не смогу ли? Подожди, ну, что называть реализмом? Они-то и реалисты. Нет, понимаешь, что я называю реализмом? Вот был, например, романтизм, да, вот, допустим, там, Байрон, там, какие-то там красивые персонажи, там, благородство какое-то. Это, знаешь, описание, как бы. Да, чистое описание, допустим, опять же, те же романы про мушкетерф и прочее, да, а с другой стороны, вот, есть какое-то описание маленького человека, ну, какой интерес, вот, смотрите, чем там занят маленький человек, да, вот, там. И, казалось бы... То есть, когда о мушкетерфах и королях, это реализм? Нет, это романтизм, наоборот, это романтизм. Когда пытаются, как бы, увидеть обычную жизнь, не так, как живут короли, да, где там мы видим, как живут короли, а так, как живут обычные люди, вроде бы здесь есть реализм, и, тем не менее, не здесь реализм не удается, да? Ну, просто смотри, ведь с самого начала можно было об этом догадаться, если описывается не реальность, а отношение человека с реальностью, то просто у тебя получается, что ты описываешь, ну, изначально, да, вот, Достоевский, Гоголь, описывает не то, что, вот, какова жизнь, а как я к этой жизни отношусь. Как персонаж к этой жизни отношусь. Совершенно верно. И получается, что вся реальность, она уходит куда-то в качестве фона, более-менее описанного, а выворачивается наизнанку, так сказать, мысль и персонажа. Конечно, это не реальность, да, ну, и это не реализм, да, ну, что, я не знаю. Ну, и не романтизм, да? И не романтизм. А где тогда вот этот фон, скажем, ну, это самая реальность, это самая реализм, то есть... Нигде. То есть, скажем, если там постоянно люди живут в текстах от самих себе, да, то как жить не в них, как бы... Нельзя, никак. Ну, вот это, получается, согласно тому, что нам человеку предлагает Достоевский, это не получится. Причем Достоевский пытается эту проблему решить, а он же все-таки считается, ну, он был привержен к православию, там, и прочее, да, и тем не менее, то его решения оказываются неправдоподобными, да, не веришь им. Добра нет, получается, вот, с точки зрения этих писателей, есть только одно зло. То есть, есть некое кривое зеркало, да, в которое ты смотришься, все. Никакого самого реальности, какая вот она есть сама по себе, ее нет. Есть только исключительно спорство, то есть отношение с этим кривым зеркалом. Я, вот, отвечая на твой вопрос, вот что скажу. Просто, понимаешь, как бы мы, с одной стороны, здесь ограничены материалом. Ну, то есть, вот, творчеством Гоголя, Достоевского, Чехова, вот, кого сегодня упоминали. Эти люди, они описали вот такие вот сложности отношения человека с реальностью, когда человек вроде как пытается с реальностью соотнестись, но оказывается замкнут и реальности не достигает. Вот Игорь вообще, так сказать, усиливает этот тезис, говорит, что реальность вообще недостижима. Да. Я бы этого такого сильного тезиса не выдвигал. Я бы сказал так, что реальность-то достижима, и возможно формирование такого рефлективного отношения к реальности, которое саму реальность включает. Просто, просто. Эти формы отношения к реальности, которые саму реальность включают, они являются не, как бы сказать, это не область литературы. Да, я знаю. Вот в этом все дело. Именно поэтому Булат, когда говорит, что там Достоевский православный, вот он статус Зосима написал, он сам, видимо, чувствовал, что художественными средствами иные формы, которые могут добраться до реальности, не описать. И он попытался притягивать в художественную форму сугубо религиозный контекст, и как бы в надежде на то, что вот эта религиозная форма отношения к реальности включает в себя реальность. У него есть для этого основания. Действительно, эти формы, которые известны религии, которые известны философии, они как бы вот рефлективные отношения, включающие в себя реальность. Такое бывает, что в философии, что в религии. В литературе нет. Да, ну может быть в науке. Наука – сложный вопрос. Я думаю, что в литературе 3.0. Нет, ну скажем, у меня осталось впечатление, что, скажем, философия и религия становятся какими-то бездушными. Чисто изучение каких-то законов мира, ну ладно, не научных, да, а вот каких-то, может быть, субморальных, но они какие-то бездушные и неинтересные, получается. Еще раз, бесчеловечные. Какого-то получается? Ну, просто… Науки? Ну, сама реальность. Ну, это как сама реальность. Нет, в философии, в литературе велики нет человека, а внуки есть, наоборот. Нет, подождите, я имею в виду, то есть вот эта реальность, которая не описывается художественными приемами, она получается как раз-таки из-за отсутствия этих художественных приемов очень сухая, бесчеловечная, т.д. и т.п. Мне жить неинтересно, вот герои наши вот и пишут тексты всякие разные о себе. Нет, они не… Только, конечно, монархизировать уже по поводу. Не того, что неинтересно, потому что иначе нельзя. Понимаешь, на самом деле, я думаю, что изначально… Поскольку ты сознание, это значит, ты относишься к своему отношению с миром. Все-таки определенного рода реализм в самой позиции Достоевского ущербова есть. Они ведь пишут так, как на самом деле люди живут. Но они пишут не то, как люди устроены, как автоматы, да, что они вписывают на них родный контекст, и в этом контексте вынуждены следовать правилам этого контекста. А на самом деле они показывают, что люди не вписываются в контекст, что они рефлексивны, что они выскакивают из нее. И они пытаются написать, как бы, реальность того, как на самом деле люди соотносятся с миром. То есть, на самом деле они соотносятся с миром не просто, как бы, непосредственно, именно вот как бы рефлектируя о самом себе, и тем самым пишая о себе Рама, пишая в некий текст. Ну что, все? Я вот еще когда-то вспомнить, кто там сказал, что не вижу добра в добре? Если вдуматься, мы сейчас, получается, проговорили, что литература не может нам дать решение вопроса, как вот от этого зла как-то перейти к добру, то есть она остается возле и все. Но она не может дать, но она по цели не последует. Поэтому добра в добре как бы не есть. Ее цель – художественность. Я понимаю, но вот оставаясь своей художественностью, тем не менее, кроме художественности все-таки, желание как-то приобщиться к добру именно. А литература, оставаясь художественной, она остается возле. Именно вот такая антологическая литература. Вы хотите достичь блага или реальности, милости против религии? Да. И поэтому эта литература все-таки тупиковая. Вот такая антологическая литература тупиковая. Чехов-Умери. Да, больше удовольствия хотя бы. Чехов-Умери все, да. Самым последним. И все закончилось. Туфик. Закончилось. И все, спасибо. Да. Спасибо.